В предыдущей части мы продолжаем обживать водомерный пост. Варим шурпу из баклана, делаем новый таган и даже починили безбожно дымящую печку. А потом пьем чай и уходим лодкой искать, где прячется от нас рыба. Река Амкан – левый приток реки Орги протяженностью 132 километра. С ивенкийского так и переводится – Амкан – река, просто река, Амкан – река. 132 километра все же большое расстояние. Раньше Амкан впадал в Оргу возле водомерного поста, но он постоянно подгрызал свои берега и наконец-то вырвался в Оргу, промыв недалекий уже Оргинский борт. А старое русло постепенно заболотилось. Теперь от водомерного поста до устья Амкана почти километр вверх по реке. Мы уходим в Амкан. Есть слабая надежда половить ленка в этой реке, хотя для лосося еще рано, еще не катится эта рыба вниз по реке. Но где-то там, вверх по Амкану, на каком-то таежном озере, много-много лет назад оставил дядя Толя садок. Нужно попробовать его найти. И озеро, и садок. Ходим тут на спиннинг рыбачим. И у нас тут сосед такой ходит. Вот мои следы, вот следы соседа. Михайло Потапыч здесь. О, глядите, какая лапка, да? Моя, вот его. Вон весь берег истоптал, гад. Ходит, думает, как нашу рыбу стащить. Весь берег в его следах. Он проваливался как. Задняя лапа. Вон передняя, вот опять задняя. Мой след, а его след. Гад, гад. Вон когтищи-то какие. Михайло Потапыч. Похоже, не один здесь был. Как гад точки. Поднимаемся вверх по Амкану. Речка течет вот в такой вот тоннеле. Не в тоннеле, в корыте. Ни коз нету. Ничего. Сразу крутые борта. С берега здесь нет по рыбачке вообще. В ходовой рыбалке нет. Коряги врусые. Ну так, глубина есть. Но рыбу пока еще не поймать. Сейчас тут по плесам будем блеснить, посмотрим. Еще повыше поднимемся. Он поторчи-наторчи. А вот какая злая. Пень. И вся речка вот такая. Ну ленок должен быть здесь. Вообще такая леночья речка. Тем более никто не рыбачит. Попробуй заедь. На такой лодке на большой. О, какие коряги. Делаем вот так. Где по кустам, где как. Опа. Опа, успевай, наклоняйся. Поляги иногда винтом себя доволи себе речистые. Корабельные. Ой, пардоньте. Я запыхался. Дед Толя отправил на задание. Короче, в тайге озеро искать. Блях, я по кочкам этим прыгал-прыгал. И его нашел. Вон оно какое. Огромадное озеро. Сейчас вот здесь подойду. Сейчас приду! Сейчас подойду здесь, сфотографирую еще. И пойду Дед Толе показывать. Озеро огромное. Вообще огромное озеро. Кочка огромная. Ну ладно. Я пока голубики поем. Давай. Иду, иду! Я озеро нашел! Вот такое озеро. Это аппендицит. И там дальше здоровенное-здоровенное озеро. Вон оно. Поднялись мы вверх 5 километров. По Амкану. Вот. Ну что-то на спиннинг совсем не ловится. Вроде места такие зачетные. Может погода такая. Может что? Ну ни одной поклевочки не было. Пошли вниз. На устье будем пробовать. Сегодня, может, помышкуем. Потому что ленок там сегодня добрый ушел. Килограмма на 3, да? 3 километров. Вообще такой. Редко такого ленка поймаешь. О, бля, лисина лежит. До самого обеда мы изучали географию родного края в тщетных попытках поймать рыбу или найти давным-давно оставленный на озере садок. Безуспешный. Ни рыбы, ни садка. Но огромный кайф от красивой реки, нетронутой человеком тайги и шикарного таежного озера. Решаем ехать на обед. Кусить дорог с земли, обобрать клещей и вновь пытать рыбацкое счастье. Но уже по Орге. Дядя Толя хочет поставить вентяря, а я позабрасывать в пучину вот щучью блесну. Вот так вот катаемся. Ну, еще не вечер, обеду. Поедем сейчас пообеды. И продолжим упражняться. Шурку подогреем нормально. Устью реки, Амхан. У нас тут все деленок сорвался хороший. Вон кол стоит. Видишь, сети ставили. На мысу кол забитый, сети ставили. Вон кол забитый. Вверх пошли. По Орге. Посмотрим там, может, что вывести. Какие дела. Вверх по Орге мы поднялись еще с километр. Там дядя Толя присмотрел спокойный плес и решил поставить на нем однокрылый вентиль. Мы готовили колья, растягивали вентиль и его крыло в пучину вот. Была ведь надежда, что Сик все-таки пойдет на нерест и никак не сможет обойти нашу снасть. А когда все было готово и вентиль настроен как надо, мы отправились на обед. Обед – это святое. У нас дядя Толя один-один. Он одного поймал, я одного. Сейчас будет кремация. Поли его, гады. Клещ. Сволочь. По речке штука ездили, маленько по тайге ходили. Ну, все. Готов. Паденка полетела. Вот это снегопад. Вся вода вон, насекомый. Вон сколько ее. Как снег. Сейчас остановимся, я вам покажу. Видно в камеру? Как она вверхает. Вон она белая, целая облака ее. Это мало еще, да? Снег. Ты притормози, я поснимаю ее. Вот она летит, целое облако ее. О, видите? О, сколько. О, как снег. Ой, сколько. Вот паденочка. Это значит, сик пошел на нерест. О, метель среди лета. Настоящая метель. Это сколько же их? Миллиарды. Триллионы, почти. Не больше. Вот, снег. Настоящий снег. А на воде что творится? Сейчас покажу. А на воде они еще не падают? Вот они падают на воде. Вот сколько, да. Вот они. Целая куча. Вот рыба сейчас жирует, а. Вот их сколько плавает на воде. А снег все идет и идет. Вот он снег. Это беспрерывно километров не меньше. И конца нет. Так что, ребята, и летом снег бывает. Живой снег. Конца края не видно ее. Снимется? Да, ее видно хорошо. Вот. Миллиарды. Что, поехали? Я заглотила, наверное, по саму жопу. Прибор был. Для извлечения подобных зверей. Для извлечения подобных зверей. Блесна ли ночью вообще? Щука наша амурская, пятнистая. Открывай, открывай. Открывай, ты крючок вытащил. Тетенку еще отдай мне. Она понадокусанная. Это не щука-щука. Давай, ага. Сейчас я блесну щучью поставлю. Будет нам счастье. Давай, щука-то ставь. Чуть поверить. Ну, давай, да. Давай так. Еще одна. Еще одна попалась. Так, что, на уху поймали? На зверюху поймали. Наверное, хватит. Дочь, наверное, будет. Щука кровит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...